Сегодня я хочу испечь рулет с маком. Для этого мне понадобится, вот подогрело молоко, здесь жидкости всего 700 мл, 40 г дрожжей, стакан сахара, 3 яйца, вот у меня ведерко такое небольшое муки. Сейчас я буду делать опару. Я всегда делаю с опарой. Молоко это все выливаю сюда. Развожу дрожжи. Теперь сахар. У меня стакан сахара. Вот так. Хватит. И все. Пока что разведу дрожжи растворить. Ложкой покажу. Вот такой вот. Все. Поставлю в теплое место, чтобы подходило. Так, пока я сделала опару и подходит она, вот я приготовила у меня здесь 70 г маргарина и 30 г сливочного масла. Растоплю. Дальше. Где-то около 400-350 г мака. Мак предварительно помололи. Вот я вбила 3 яйца. В чашку такую. Чайную ложечку соли. И вот у меня оставшийся сахар. От стакана я сделала опару. Немного взяла пару ложек. И вот этот сахар. И я его просто влюблю. Сейчас еще пачечку добавлю ванильного сахара. Вода закипела. Вот у меня мак. Сейчас я буду вливать кипящую воду черпачком. Понемного. И перемешиваю. В кастрюльке остался еще кипяток. Вот так я как на водяную баню ставлю. И накрою крышечкой. Все. Вот опара подошла хорошо. Бурлит и пенится. Дрожжи заработали. Беру большую миску я. Переливаю эту опару всю. И буду в этой миске большой замешивать. Маленькой мне подойдет. Так. Яйца я сбила. Показывала. Яйца. Три яйца взбиваю. И соль здесь. Так. И теперь добавляю муку. Вот. Насыпала муки. Помешаю. Посмотрю. Надо еще. Ну тут конечно надо. Вон оно еще. Такое. Совсем живое это тесто. Маслица вот у меня растопила. Пока не лью. Как уже сделаю. Начну делать. Настоящее тесто. Похожее будет на тесто. Я буду доливать масло. Еще я добавила немного муки. Вот. Мешаю. Сейчас уже буду руками мешать. Еще маслица волью. Оставшееся. Так. Буду рукой мешать уже. А потом я приготовила растительное масло. Ну у меня миллилитров пятьдесят пойдет. Буду смачивать руки. И в тесто оно хорошо. Как растительное масло пойдет. Ну и мешать хорошо с маслом. Тесто такое мягенькое. Хорошее. Накрою полотенчиком. Поставлю в шкафчик. Там не дует. Вот тесто в первый раз увеличилось. У меня в три раза. Я его обомну. Здесь у меня грилограмм триста мака. Вот у меня кофейная. Пол кофейной ложечки соли. Даже чуть меньше. Чтоб пресная не была начинка. Повидло яблочное у меня. Ложка. Еще ложка. Всегда мы так делаем. Вот. И сахара. Еще ложку. Ложка. Лог. Ничего. А повидло, варенье. Мак не будет рассыпаться в пироге. Будет пластичный. Ну и вкус определенный. Добавится немножко. Вот видите он такой. Противень подготовила. Заслала пергаментной бумагой. Помазала маргаринчиком. Теперь на столе что у меня. Вот такие примерно шарики делаю на пироги. Раскапываю. Начинку беру. Начинки не жалею. Распределила мак по всей поверхности. Скручиваю. Вот. Вот. Раз. Скрутила. Кончики под низ. Вот. Так. Теперь ножом делаю надрезики. Вот такие. Не до конца верхний слой. До мака. Вот. Как получилось. И получается. Если сделать надрезики эти. То верх. Как спечется пирог. То не будет отставать верхняя часть от самого пирога. А бывает отрезаешь она. Таким образом. Накрываю полотенчиком. И пусть они поднимаются. Пироги хорошо подошли. Сейчас я их смажу и в духовку. Духовка уже нагрета, ждет. Так. Все. Вот. Только что достала пироги. Спеклись. И пропеклись. И зубочисткой пробовала. Все. Пусть остывает. Потом разрежу. Покажу. Вот. Пирог готов. Порезала. Он остыл. Вкусный. Пушистый. Рецепт я подробно напишу. Кушайте. Делайте себе. Приятного аппетита.